Вот такая вот хрень маленькая. Там у нас содержится. Вот такая вот маленькая хрень. Я просто увидел подозрительную низкую цену на Алиэкспресс. Хорошие отзывы, мне стало интересно. А правда ли эта штука выдает 2,4 А? Вот. Мне стало интересно. Коробочка такая качественная, красивая, матовая. Вот что на ней написано. А она так на самом себе маленькая. Напомню, что в фикс-прайсе подобные штуки выдают в районе 500 мА. Давайте, раз уж я её открыл, посмотрим, как она разбирается. Я, конечно, понимаю, что можно было бы сразу её проверить на работоспособность. Если что, попытаться открыть пор, если она не работает. Но, как говорится, всё ради вас. Мы её сейчас разберём. Прям не проверяя. Возможно, даже сломав корпус, потому что она, похоже, клееная. Но мне интересно, что внутри. Внутри там были такие хорошие, красивые, гламурные описания. Цена была всего лишь 146 или 150 рублей. Ну, давай, детка, ну, ломайся же ты, чё ты... Блин. Похоже, дрянь реально клееная. Ладно, меня терпение лопнуло. Применить надо совсем вандализм. Ого, пошла, пошла. Может, реально завинчена? Ну, не может такого быть. Или не заклеенная. Какая же разница? Да, она была клеенная, к сожалению. Вытаскиваем... И чё мы видим внутри? А внутри мы видим... Вот такую простенькую платку с обычными конденсаторами. Причём, обычные электролитические. Маленькие. Сейчас сфокусирую и добавлю света. Обязательно. Где свет? Сезам, сожгись! О, свет. Давайте рассмотрим поближе нашу платку. Видим дроссель. Но провод тонкий, но, как видим, что этот дроссель... После обзора пауэрбанка вполне может выдать эти самые 2 ампера. Правда, очень сильно греться будет. Но он их выдаст дальше. Заходится 2 электролитических конденсатора. 100 микрофарад. Один на 35 вольт. Другой 10 вольт. 470 микрофарад. И лоу ESR. К сожалению, они никак не зашунтированы никакой керамикой, не танталом, что не очень хорошо. А у нас мы видим тут маленький передохранитель СМДшный и какую-то микросхемину кучу мелкой рассыпухи. На микросхеме написано... СФ-1088. Картинки. Давайте сразу картинки. Как мы видим, СФ-1088 не бьется. И так не подходит. Может и вот так вот. А может и вот так вот. Как видим, микросхема у нас не бьется никакими силами. На ней также написано 17LX01. Думаю, тоже ничего не даст. 17LX01. Как видим, все что угодно, кроме микросхем. Соответственно, кроме как измерить характеристики этого устройства, мы больше ничего не можем. Давайте этим и займемся. Разложим наши приборы. Этот у нас будет измерять напряжение. Этот, этим мы будем мерить силу тока. 19.49. Как видите, аккумулятор заряжен. И причины в слабом питании быть не может. Берем нашу штучку. Подключаем. К нашему устройству. Так, искра есть. На всякий случай... О, смотрите, она даже светится. Это значит, что на выходе появилось напряжение. Так, а чтобы китайская, на всякий случай, мы замерим напряжение, чтобы убедиться, что в ней идет 5 вольт, прежде чем к ней что-то подключить. Иначе все сгорит. Она выдает ровно 5 вольт. На самом деле, это не очень хорошо, лучше бы она выдавала 5,2 вольта, потому что на кабелях есть просадка. Далее, чтобы пошла зарядка, надо взять кабель. Тьфу. Амперметр наш подключаем вот к этим двум контактам. Хотя нет, давайте подключим по-другому. Давайте, чтобы было меньше потерь на проводах, мы подключим амперметр напрямую. То есть, это, то есть, вот этот провод зажмем вот этим клеммом, вот этой клеммой, прям в разъем его впихнем, вот так. А этот провод мы подключим, так, где, вот. А этот провод мы подключим к плюсу. Так, боюсь его не подключить. Без небольшого тюнинга. Ну ладно, все, все ради вас. Все, подключили. Как вы видите, платочка работает, светодиодик светится. Я тебе уберу аккумулятор с кадра, чтобы он не загораживал нам свет. Все, аккумулятор... Вот, платочка китайская висит у нас. В кабеле подключим. А теперь смертельный номер. Я к этой зарядке собираюсь включить свой мобильник. Как говорят, жди телефон. Окей, жгу. Тадам. Они на телефон потребляют аж целых 500 миллиампер. Ну, никакой от них вегчарж. Пробуем переключить другой разъем, смотрим, что будет. О! Просто этот телефон не дружит с зарядкой. Сейчас мы включили в режим замкнутых ножиков. Уже 8... И у нас получилось 800 миллиампер. Но учитывая, что... Тут уже, может быть... Что этот кабель тоже... А! Во! Во! 1 ампер живет, как положено в этом режиме. 0,99... 0,95. Но это на потере на проводе нормально. То есть плата выдает... Плата... Обратите... Обратите на температуру платы. Я ее держу пальцами. Нагрев чуть... Еле... Она чуть тепленькая. Мне даже не горячо. Колдуй, колдуй 2 ампера. Я говорю, колдуй, кол... Еще хуже. Сволочь такая. Где мои 2 ампера? Давай, 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 давай. Ну, разгоняйся. Давай, я включаю зарядку батареи. Большим током. Давай, давай, давай. 300 миллиампер и все? Больше не хочешь, да? Ну, сволочь. Может, уже болтсик вкручен на замыкание двухконтактов. Я специально в виде порт болтс засунул, чтобы замкнуло. Ну, давай, давай имей 2 ампера. Ну, где 2 ампера? Он не хочет давать 2 ампера. Ладно, ребят. Раз он не хочет, то... Он меня достал. Лампа дальнего света. Как видим, лампу дальнего света он разжигать категорически не хочет. Ну, еще бы у него столько холодного старта 5 амкер. Давайте будем мерить с помощью кирпичей мощность. Мой любимый способ. Берем кирпич. Я сказал, кирпич берем. Блин. Ладно, берем кирпич. Вот. Теперь берем второй провод. И нам нужен еще третий провод. Так, что-то мы сделали не так. А именно, почему мы не контролируем напряжение на схеме. Нужно тоже делать. А, третий провод можно не брать, потому что третий у нас провод с 9 ампера. Вот какой. Черный, да? Черный. Черный будет у нас. О! Да! Вот, видите, вот. Все, смотрите. Отлично, вот. 5,02 вольта. 0,89 ампер. Идет зарядка телефона. Мы берем наш щуп от тестера. 2,5 ампера, 4,89 вольта. Как видим, плата отлично работает. Сейчас ее погреем, она специально. Посмотрим, будет, как она столько сильно греется при этом. А греется надо так, чтобы пальцы сдержать невозможно! Ну, мне это, конечно, не нравится. Она очень сильно греется начинает. А, дайте, дадим перегрузку кратковременно. Посмотрим, сгорит она вообще не в чертям. Не сгорит. Только я выключу телефон зарядки. Меня стрёмно за телефон, как, откровенно говоря. Что эти платы, свойства сгоряя, выводить из строя телефоны. Шипит. Ну, так видим, 2 ампера. 2,5 ампера это предел для этой платы. А на микросхеме слюна не шипит хотя бы. То есть, там градусов 80 всего лишь. Ну, это нормально. Ну, в принципе, зарядка работает, разребует доработки под телефон. Потому что с родным сочетанием резисторов, ну, этих, она работать не хочет. Ну, а, конечно, какой у меня вердикт, что вот такая вот зарядка, купленная мной за всего лишь 150 рублей на Алиэкспресс, оказалась не такая уж и плохой. Несмотря на то, что тут стоят достаточно дешевые компоненты, она выдает ток. Вот сейчас она работает в перегрузке. Поэтому я вот... Конечно, да, микросхема греется так, что держать невозможно, но дым не идет, она не сгорает. И это хорошо. Так что, давайте включим на место. Дадим свой нормальный ток, включим на место замобильник на зарядку. Вот, 22,26, 2,2 ампера, 4,93 вольта. То есть, заебленный ток максимальный, зарядка держит. Зарядка, в принципе, неплохая. Можно брать, ну, знаете, в ней некачественные компоненты, ну, достаточно дешевые компоненты, как я уже показывал. Там только стоит электролита на входе, причем достаточно маленькой емкости. Соответственно, при таком нагреве, как только они высохнут, зарядка выйдет из строя, скорее всего. Это чисто мое субъективное мнение. Но за такую цену, в принципе, можно купить данную зарядку. Припаять на вход и выход танталовые конденсаторы, наклеить на термопроводящий клей кусок алюминиевого, кусок радиатора на микросхему. И она будет отлично работать, работать и работать. И ничего ей не будет. В общем, продавец не обманул. Продавцу лайк, однозначно. Однозначно дай зарядку продавцу 5G, потому что она дешевая, выдает свои параметры. Ссылочку я оставлю в описании под видео. Так что, если хотите, можете заказывать. А также подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Будет дальше обзор всякого китайского ширпотреба. До встречи!